всем привет с вами карабаш74 и сегодня мы посмотрим на замечательную игрушку евротрак симулятор 2 так давайте начнем я тут уже немножко прокатился что можно вкратце сказать про эту игру да игрушка по графике как бы вроде бы ничего нормально по поводу самой игры я давно уже наблюдаю за этой игрой я играл в первую часть от немецких производителей этой замечательной игры если можно так назвать у меня steam of sky версии я купил ее на распродаже что-то около 150 рублей что ли сейчас она опять дорогая стала не знаю почему наверное очень большой спрос я небольшого мнения об этой игре решил такой коротенький летсплей что ли обзор называйте как хотите в общем я не понимаю людей купивших эту игру после того как они уже видели или поиграли на пиратки взять лицензию чтобы поиграть по мультиплееру да какой-то мультиплеер теперь прикрутили к ней то есть у меня он тоже есть я поиграл со своим другом у меня друг специально потратил деньги на нее чтоб купить и разочаровался этой игре давайте заправимся что ну хоть какое-то разнообразие помимо того что надо я чуть постоянно вперед все что а заглушить отлично мы сейчас заправимся 660 долларов на ветер замечательно колхозную машину заправили открыт достижение полный бак хорошее достижение я не знаю какого нужно быть ума чтобы играть в эту игру то есть сидеть давить клавишу вперед больше в принципе здесь делать нечего наверное это нужно очень большим фанатам этой игры на нужно быть чтобы так сказать полюбить ее сильно вот еще штраф выписали замечательно вообще просто супер помнится раньше была такая игрушка в начале по моему двухтысячных годов дальнобойщики 2 наша российская игра вот она была интересной тогда это было в новинку все это было ново а сейчас если взять рассматривать эту позицию со стороны нынешнего времени то есть когда просто терабайты этих игр любых разных мастей симуляторов вот я не знаю она уже не актуальна эта игра в принципе что с дальнобойщиками 3 получилось и с этой версии то же самое в принципе то есть это уже не актуально а немцы продолжают штамповать симуляторы у них есть симуляторы по моему абсолютно уже всего симуляторы уборщик уборщик улиц и и прочие всякие симуляторы хирурги и что только нету вы заметили что немцы постоянно делают всякие симуляторы они никаких игр не разрабатывают кроме как симуляторов в германии видимо так очень сильно любят симуляторы да эти суть не в этом в общем я считаю что игра полный шлаг то есть даже вот не стоило потраченных тех денег 150 рублей за которые я купил эту игру я считаю что я лучше бы потратил на что-то более стоящее чем приобрести данного рода игру ну я и тогда-то в принципе был небольшого мнения об этой игре ну посмотрев на ютюбе ролик его как там двигается подвеска и все прочее то есть на геймплей это вообще никак не влияет то есть что там где что двигается где там прыгают колеса это вообще не отражается никак то есть как ехали вперед так и надо ехать вперед чтоб едем постоянно по асфальту причем тут подвеска я вообще не понимаю я вот не не заметил чтобы что-то там болталась крутилась и тряслось я пробовал даже в эту игру поиграть на геймпаде эффект такой же это когда он наезжаешь здесь вот ограничительная полосочка на нее наезжаешь да геймпад начинает в нас только что врезались штраф собрали с нас но это естественно с того же еще тогда геймпад начинает немножко трястись а так все то же самое то есть люди умудряются покупают специально для этой игры даже роль то есть но это полное безумие потратите три три с половиной тысячи рублей на руль купить игру за я не знаю сколько это стоит вот у нас превышение скорости замечательно потратить там 400 рублей на игру три с половиной руль то есть около 4000 это ну сами подумайте где это и рациональность вообще логический подход к этому ко всему откровенно сказать игра отстой едем я болтаю 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 да здесь есть радио можно включить радио но я думаю что на ютьюбе меня забанят за музыку так что радио я включать не буду прокатимся и без радио покажите где где геймплей где экшен где что нигде ничего не да вот кроме вот этого вот экшена что мы приедем врезаемся в кого больше никакого экшена здесь нету и геймплея в том числе когда мы уже приедем то вот подъезжаем наверно уже ты уже устал перед кнопочку давить возьмите потратьте деньги лучше на что-то более стоящее чем вот это вот дерьмо дороги я думаю что мы уже в огромном минусе приедем да я знаю много людей меня обсерут на ютьюбе что вот вроде такая замечательная игра но я говорю это нужен определенный склад ума чтобы играть в эту игру то естественно любители поклонников этой игры очень много я знаю на ютьюбе в том числе я очень много знаю видел взять купить специально руль у меня даже знакомый один купил для этого руль уйди ты к черту дайте я довезу куда ехать то дальше так что вот друзья вот такой геймплей вот такой экшен вот такая вот отличная игра с вами был карабаш 74 со своим мнением об игре евротрак симулятор 2 играйте в симуляторы не любите немцев потому что они делают только симуляторы подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи всем пока а игра шлаг в топку и